Кандидат в мэры Бельц от партии социалистов Александр Усатый на муниципальном совете в четверг проголосовал вместе с демократами за снятие Елены Грецко с поста председателя заседания. Вместе с демократами социалист одобрил и новую кандидатуру в лице бывшего директора ЖКХ Андрея Черного. Фракция нашей партии в знак протеста покинула зал заседания. Заседание муниципального совета длилось более пяти часов. Оно было эмоциональным и насыщенным. Перерыв объявлялся несколько раз по просьбе демократов. Апогеем стало предложение демократов снять с должности председателя Елену Грецко и за ее нежелание заново включать в повестку дня вопросы, уже ранее проголосованные советниками от нашей партии. Демократы в частности хотели переголосовать вопрос о законности назначения вице-примаров Николая Григоришина и Геннадия Шмульского. В итоге Грецко они сняли и назначили Андрея Черного. В обоих случаях это произошло при поддержке Александра Усатого. Что за то, чтобы снять председательскую лицу и с цирк нового председателя. Что за сад? А на сад別ого раза вопрос. Что за вас удастся, что вы думаете? Не считайте, что вы за сад? ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Охарактеризовали произошедшее как рейдерский захват и покинули заседание. В зале констатировали отсутствие акворума. И демократы объявили перерыв на поиски нехватавших голосов. Александр Усатый попытался уйти во время перерыва, сославшись на запланированные встречи со избирателями. Но в итоге встречи перенес и остался, чтобы дальше создавать Демпартии необходимое большинство. Позднее они все же так и не смогли отстранить Шмульского и Григоришина. К слову, он сейчас не исполняет обязанности, потому что является официальным кандидатом в примары. Довести захват власти в городе до финала демократам помешало здоровье третьего вице-примара Лилии Савы. После всего, что происходило в совете, ее отвезли оттуда на машине скорой помощи. Таким образом, если бы двух вице-примаров отстранили, пока третий находится в больнице, город остался бы вообще без руководства. Отметим, что все произошедшее предсказывали Николай Григоришин и Елена Грицко еще две недели назад. Они также отметили, что новой фракции удалось собрать большинство в совете путем шантажа, которому подверглись советники от нашей партии. В частности, на прошлой неделе была госпитализирована советник нашей партии Галина Чайковская. По словам Грицко, ее заставили написать заявление о выходе из фракции. Ранее еще ряд советников по той же схеме заставили покинуть оппозиционное политформирование Рината Усатова. Сам Рината Усатый еще до начала предвыборной кампании заявлял о сговоре между социалистами и демократами, а также о дележе между ними Кишинева и Бельц. В Кишиневе социалисты сливают выборы в пользу Сильвии Раду, а в Бельцах демократы при помощи админресурса помогают победить социалисту Александру Усатому, который до 2015 года был вице-примаром, рассказал лидер нашей партии. В связи с событиями в муниципальном совете наша партия в очередной раз обращает внимание общественности и международных структур на бандитские методы захвата власти со стороны ДПМ на самых разных уровнях. Так было в Народном собрании Гагаузии. Теперь то же самое произошло в Бельцах. А к концу года данный сценарий повторится в новом составе парламента, который будет избран по смешанной системе Плохотнюка-Додона. Печально, что осуществлять действия, немыслимые в правовом государстве, демпартии повсеместно помогает так называемая пророссийская оппозиция в виде партии социалистов, говорят представители политформирования Рината Усатова. Представители социалистов, к сожалению, взамен на формальные должности в иерархии режима олигарха Владимира Плохотнюка повсеместно обеспечивают группировке ДПМ фактическую поддержку, предпочитая театрально возмущаться в сторонке. Редактор субтитров А.Семкин